Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня я решил поиграть в когда-то понравившуюся мне игру SnowRunner. Тем более, что к нему вышло обновление. Ну, вот про это вот обновление, наверное, и хотелось бы поговорить. Добавили новый транспорт, новую карту, ну и вообще добавили много всего интересного. Карта Black Bajor Lake, штат Висконсин, выглядит вот таким вот образом. Я ее открыл, но играть так и не начал. Ну, и если в целом говорить про эту игру, то надо сказать, что у меня настал какой-то кризис. Ну, в общем, мне что-то разонравилось в этой игре. И пиком была как раз карта Кольский полуостров, Кавдозера и Имандра. Вот на этой карте я перестал играть в эту игру, потому что, блин, надоело. Слишком большие перегоны, слишком муторные занятия, задачи, которые ставит игра. В общем, на вот этой карте Кольский полуостров мое терпение лопнуло, я удалил игру. Надоело, действительно, надоело делать одно и то же часами, действительно, часами. Ну, вот пришло обновление, и я опять установил эту игру, чтобы просто посмотреть. И да, действительно, добавили очень много нового. Ну, мы сейчас это все коснемся. Одно из добавлений, как я понял, теперь есть базы, которые обесточены. Вот здесь нарисована стрелочка. Не стрелочка, а молния, наверное, такая вот электрическая. Две, кстати. Ну, потом пойдем посмотрим, что это такое. Это обесточенные базы. То есть на них можно грузиться, но для того, чтобы там начать грузиться, нужно и обеспечить электроэнергию. Таких баз достаточно много. Вот, например, еще одна. И тоже она обесточена. Список товара, который здесь можно брать, есть, но вы не возьмете ничего, пока не обеспечите электроэнергией эту базу. Также, по подобию спинтаерса, добавили обратно вывоз длинных и средних бревен. Тоже попробуем сегодня посмотреть на это. Я, если честно, ну, понятия не имею, как это будет выглядеть, и что это вообще такое. Я вот только-только ее скачал, проехался на УАЗике. Открыл вот это все. УАЗик, как всегда, идет в дополнение. В дополнение там еще каких-то машин подобавляли. Которые, может быть, посмотрим чуть позже. Интересно, какая локация. Здоровенная база. Но почему-то пустая. Вот тут не задание, ничего. Ну, может быть, задание какое-нибудь здесь и будет. Но пока вот ничего. Ну, также осталось строительство мостов. АЗС по-прежнему мало. В общем-то, вот. Но карта, вот, хоть я и сетовал в своем видео, там, последнем по этой игре, что, ну, мне уже на тот момент начал надоедать большие карты, но действительно это неинтересно. Когда ты через всю карту прешься со скоростью, там, 10-15 км в час, переезжаешь на другую карту, а тебе еще надо и по той карте еще столько же ехать. Вот, кстати, это-то как раз и сыграло со мной вот эту злую шутку, и я перестал вообще играть в эту игру, потому что на как раз-таки вот этой вот карте, Кольский полуостров, Имандра, последнее задание было взять машину с металлодетектором и с Квадозера поехать на Имандру, а она вообще ужасная карта. Там найти какой-то БП, оказалось, это просто два вагончика, и металлоискатель вообще нахрен не нужен, там кран нужен. Там было описание, что нужна машина еще и с краном, но металлоискатель и кран вместе не совмещаются. Ну и, в общем, я плюнул, понял, что ну еще 4 часа тратить на то, чтобы поехать туда, я не могу. И, в общем-то, я удалил эту игру вообще нахрен. Ну вот, сейчас пришлось ее опять поставить, потому что пришло это обновление, называется оно ПТС, по-моему, да, публичный тестовый сервер. Ну и давайте уже переходить непосредственно к тому, что добавили в этой игре. Ну и первое, на что обратим внимание, что теперь в самом начале у нас есть вот такой вот автомобиль, Western Star 49X, ну, название какое-то непонятное. Раньше его надо было открывать, теперь он есть в самом начале, как бы, появляется. По добавлениям, честно говоря, не понял, что еще добавили, но теперь есть коробка с точной регулировкой. Штука такая, достаточно бесполезная. Может быть, позже посмотрим, как это выглядит. Вот одно из добавлений, которое пришло с этим обновлением. По модулям. По модулям добавили вот такую вот фишку. По-моему, она так и называется. По крайней мере, у русских лесорубов называется эта фишка. Ну, это для того, чтобы грузить бревна. Также добавили распуск. Распуск это прицеп для того, чтобы сюда вот накидывать бревна. Но к нему еще, насколько я понимаю, должен быть полуприцеп сзади, который поддерживает кончики бревен. Но это опять надо посмотреть. Я особо не лесоруб, и в этих распусках не особо силен. Ну, вот так вот оно выглядит. Это тоже пришло с этим обновлением. Фишка и вот этот вот распуск. По покраскам, в общем-то, особо я не увидел каких-то нововведений. Ну, вроде бы как... Ну, я просто на этой машине мало играл. Ну, вроде как есть что-то новое. Ну, не знаю. Тут я не уверен. Но вот по внутренностям, по интерьеру автомобиля много чего добавили. Добавили фигурки. Но фигурки почему-то есть не на каждом автомобиле. Например, на Урал Машеньку ставить нельзя. Его вообще там в списке нет. Но Гавайи были. Такса была. Вот добавили Мистер Морш. Я сейчас постараюсь увеличить картинку. Потому что они очень мелкие. В отличие от, например, той же Машеньки, которую можно рассмотреть, не напрягаясь. То тот же Морш, ну, слишком маленький. Слишком. В кабине, когда его ставишь без приближения, ну, очень плохо видно. Вот еще тоже. Саблезубый тигр. Рассмотрите, попробуйте, да, вот такую мелочь. Освальд. Пингвин, по-моему, тоже добавили. Честно говоря, не помню. По-моему, было, а может и не было. Не помню. Давно я в нее не играл. Но вот Попугайка. Попугайку точно добавили. Ну, и этот был. Попугайку, Моржа и Таксу по-прежнему надо открывать. Это по дополнениям. Смотрим в начале игры. Есть миссии отдельные. Вот их проходим и это открываем. Украшения кабины сверху. Тоже есть добавление. Вот такой вот черепушка. Раньше он называется. Так, ну, этот был. Нокаут был. И ловец снов. Тоже вот такая фишка. Новая, добавленная. Такого, по-моему, не было. Ну, а остальное все как и раньше. Еще одно изменение, которое мне вообще не понравилось. Это шторки. Выглядит вот таким вот образом. Вешается на лобовое стекло. И кроме того, как они вам... Если вы любитель играть от первого лица, то это просто закрывает вам обзор. Вот и все. Как бы я не приветствую на самом деле вот такой вот колхоз и в реальности. То есть, я работаю водителем. Никогда в жизни себе бы не повесил вот эту вот хрень. Вот так вот она выглядит. И четыре есть варианта. Тоже почему-то не на каждую машину это есть. На какие-то есть, на какие-то... Ну, их просто нету. Например, вот на наш Урал шторки не вешаются вообще. Ну, и я их не люблю. Не люблю их в игре, не люблю их и в реальности. Это, я считаю, какой-то, ну, убогий колхоз. Не знаю, зачем мы это добавили. Я, как любитель играть от первого лица, от этого вообще удовольствия никакого не получаю, потому что... Ну, это закрывает просто лишнее место в кабине. И так-то плохо видно, играя от первого лица. А теперь еще и вот так вот закрывается это все, весь обзор вот такой вот хренью. Не знаю, такая штука на любителя. Если вы любите ездить всегда от третьего лица, то, в общем-то, вам это вообще... Вы этого и не увидите. Ну, а тот, кто играет от первого лица, это только мешает на самом деле. По наклейкам. Наклеек тоже добавили. Ну, тут тоже такое себе, потому что наклеечки мелкие, но они опять... На каждой машине они по-разному. Вот. Нижние наклеечки в списке их добавили. Как я сказал, постараюсь увеличить, чтобы было хоть как-то видно. Поэтому, наверное, видно. Ну, дальше уже пошли те, что были. Вот нижние там. Раз, два, три, четыре, по-моему. Вот эти вот пять. Да, вот эти пять добавленных. Много добавили наклеек снаружи. То есть, на капот. Ну, на какой-то машине клеится на капот, на каких-то клеится сбоку. На каждой машине по-разному. Опять, не на каждой машине весь такой список есть. Ну, и вот они добавлены... Те, что добавлены, они находятся снизу списка. Зарусь. Грузовик. Ну, и, в общем, вот они тут. И название у них, и вот такие вот наклеечки. Ну, не знаю даже, как к этому относиться. Ну, в принципе, прикольно. Прикольно, что есть и, как бы, в русской стилистике, в российской. Ну, тут уже пошли, по-моему, старые. Ну, вот, как всегда, вот снизу. То, что добавлено, было помещено вниз списка. И еще одно новое введение. Опять-таки, я это не особо приветствую. Но снизу, вот видите, надписи появились на лобовом стекле. Но снизу это, на самом деле, не особо мешает обзору, если вы играете от первого лица. В отличие от этой дурацкой шторки. Но все равно такое себе нововведение. Вот так вот выглядит это. Здесь абсолютно все новое. Такого раньше не было. На каждой машине, по-моему, разный список. Ну, тут я могу ошибиться. Но я смотрел на Урале, и на Урале гораздо список меньше, чем, например, на этой машине. Просто, наверное, на Урал и на вообще российскую технику их чуть-чуть меньше почему-то. Не знаю, почему. Ну и украшения на капот. Здесь все по-старому. Ничего вроде бы не добавили. Кто играет, смотрите, по-моему, ничего больше нового не ввели. Вот такие вот обновления, касаемые интерьера и экстерьера автомобиля. Ну и возвращаемся к карте, на которой мы уже побывали. Я вот хотел посмотреть по поводу вот этих вот электроснабжений. Что же это из себя представляет? А перед этим посмотрим, какие добавили прицепы. Очень, на самом деле, неудачно расположена вот эта точка по получению прицепов. Можно посмотреть только вот в таком вот виде. Слегка уголком заезжая на вот эту вот площадку. Потому что, если встать по-другому, то прицеп начинает упираться в какую-то из стен, а все вокруг окружено стенами. Получать прицеп вот на этой площадке очень неудобно. Зачем его сделали вот так вот в углу, абсолютно непонятно. На первых картах, когда эта игра вышла, прицеп стоял где-то вот тут. Площадка для получения прицепов стояла вот там. Ближе вон к тем бочкам, где сейчас стрелочка показана. Но теперь решили делать это вот так. А это на самом деле неудобно. потому что если мы встанем например вот так вот, то прицеп будет упираться вот в ту стену. В результате, чтобы получить прицеп, надо вставать вот так вот, только-только цепляя самый кончик этой территории. Тогда можно будет посмотреть на прицепы. Ну, зачем вот так делать, непонятно абсолютно. Ну, давайте переходить к прицепам. И вот один из добавленных в этом обновлении прицепов это вот как раз прицеп лесовоз. Вот это вот, наверное, и есть как раз то самое сочетание вот этой вот конструкции вот с этой. Это вот и называется распуск. Вот эта штука должна регулироваться по вылету бревна. То есть, короткие бревна, естественно, распуск сужается. Если бревна длинные, то распуск надо, ну, так он называется распуск. Распустить его надо и сделать дальше. Вот эта штуковина должна быть настраиваемая. Далее добавили генератор. Это вот как раз для того, что мы сейчас пойдем посмотрим, каким образом здесь добавляется электричество, подключаются вот эти вот погрузочные станции. Вот такой вот генератор надо с собой таскать. И следующий прицеп лесовоз это вот такой вот. Это, наверное, для коротких бревен и возится отдельно. В общем-то, к нему вот этот распуск не нужен. Это просто для погрузки скорее всего только коротких бревен. Ну, а мы возвращаемся к нашему распуску и его приобретаем. Так как на нем-то мы в дальнейшем и поедем смотреть, как же здесь теперь устроена вот эта самая перевозка бревен, которая была так хорошо реализована и многим понравилась в игре Spin Tires и в следующей ее части. Но пока Урал оставим здесь и переедем на другую часть карты, где вот как раз-таки тема с генератором. Ну, и вот одна из этих баз, которая, в общем-то, сейчас обесточена и нам ее предстоит запитать. Здесь уже стоит генератор, поэтому тащить его сюда не надо. Машинка вот эта, полупазик, тоже уже сразу же в этом обновлении идет как как DLC-шка, вот, в общем-то, вот. Я показывал ее в каком-то из своих обзоров или геймплеев. Мне он не понравился вот от слова совсем. Но, как временная машинка пойдет. Пытаемся на нем подъехать к генератору и его зацепить. Цепляем прицеп. Так, далеко стоит прицеп. Пытаемся еще разочек. Есть. зацепили. Кстати, вот как-то раньше я играл и если вы едете с кузовом и с краном, то не цеплялся прицеп, а вот теперь цепляется. Ну, ладно. Пытаемся его вытащить отсюда. Тяжелый достаточно. Машинка чувствует прямо это. Так, ну и вот сюда нам его надо поставить. Вот, все, загорелось. Видите, стрелочка, не стрелочка, молния, блин, почему ее все время стрелочкой называют. Молния загорелась. Дальше нажимаем вот сюда. Вот, включить генератор. Нажимаем и вот, смотрите, у генератора открываются дверки и, видимо, он, а, вот, он заработал. Я просто то же самое, как и вы, сейчас вижу это первый раз. Если кто играл, то знает, а я вот на самом деле вижу первый раз. Да, пошел дым, заработал двигатель, крыльчатка крутится, все замечательно. Так, ну что, теперь, наверное, его надо отцепить, он будет сам по себе-то работать, интересно, без машины. Да, да, в общем-то, все, мы поставили его, он заработал и, видимо, считается, что теперь все запитано. Давайте попробуем погрузиться, потому что до этого здесь выскакивала табличка нет питания и эта платформа не работала. ну а сейчас ну а сейчас да, все, теперь работает, теперь можно грузиться, пожалуйста. Два вида погрузки, как всегда, а вот тут почему-то один, два и три. А, выгрузить, загрузить, ну понятно, в общем, ну вот она заработала. То, что здесь есть, теперь можно посмотреть, хотя это и раньше можно было увидеть, но теперь это все загорается и вот на этой табличке. После того, естественно, как мы запитали. У этого прицепа есть топливо и вот я не знаю, его надо выключать, когда вы уезжаете, наверное, потому что, честно говоря, не скажу, вот кончается в нем топливо или нет. Если я уеду в конец карты, он так и будет работать и топливо рано или поздно кончится. Вот этого я, наверное, сейчас не подскажу, потому что я не играл. Но если подъехать, то его можно заправить. Вот видите, генератор и вот его топливо. Ну, кстати, оно не кончается пока. А, это источник, да, но все равно мы видим, что в генераторе полторы тонны этого вот топлива. И, в принципе, я могу его заправить из своего бака, но пока топливо не кончается. Не знаю, бак не бак, но топливо не кончается, хотя он уже какое-то время поработал. Ну, тем не менее, вот такая фишка. Его нужно будет, наверное, заправлять. Я даже для чистоты эксперимента не буду его выключать, пускай стоит, работает. Блин, а вот эта машина, которая называется вездеход и выглядит ужасно и управляется ужасно и не ездит. Ну, не ездит она, потому что она на стоковой резине, так как я удалил игру и больше в нее не играю, поэтому у меня больше нет ничего, ни сейвов, ни, в общем-то, ничего. А по новой начинать мне уже, честно говоря, не хочется. Ну, а теперь, наверное, переходим к нашему Уралу, к лесовозу и попробуем погрузить бревна, которые добавили вот в этом обновлении. Раньше бревен не было, перевозки бревен не было, были доски, а вот бревен не было. Сама же точка погрузки находится здесь недалеко, в общем-то, ехать совсем близко, поэтому мы сейчас сразу же на нее и рванем. Ну вот, несмотря на то, что точка-то находится недалеко, добраться до нее это просто какой-то пипец. Кстати, вот смотрите, на стеклах у этого Урала вот такие вот дракончики, которых нету, например, на иномарках. Как я и сказал, вот на каждой машине совсем другие свои какие-то наклейки, блин. Ну, не на каждой, а они вот как-то по классам, наверное, делятся. А может быть, делятся как-то по объему стекла, не знаю. Ну, вот на той машине не было таких, на этой есть. Зато у Урала нету шторок. Вообще нету шторок. Их нельзя сюда поставить. Да блин, точка-то оказалась близко к базе, но чтобы сюда проехать, надо такого круга сделать. И дорога идет вот через эту затопленную деревню или ферму, что это такое, не знаю. Ферма, наверное, какая-то затопленная. Вот дорога идет только оттуда. Все остальное не проехать. Специально натыркано пней куча, ну, чтобы здесь не было возможности, вернее, проехать. Ну, очень сложно, блин. Вот это, кстати, одна из причин, почему я перестал играть в эту игру. Вот такие вот засады, когда игра вас заставляет ехать какими-то непонятными путями, тратить огромное количество времени, а через какое-то время, потраченное в этой игре, ты устаешь от этого. Вот как вот здесь, ну, от базы до сюда ехать, ну, не знаю, там метров, наверное, 50. Но чтобы сюда попасть, надо сделать круга, там, наверное, километров два. И все это по какой-то непонятной местности. Ну, и, блин, с горем пополам, я все-таки пролез через эту, через этот, верно, чистокол из пней, блин, добрался до точки погрузки. Вот это именно меня и отвадило от этой игры, потому что, ну, действительно, это... Поначалу я играл в захлеб. Действительно, в захлеб первые две карты было, ну, просто, я их прошел буквально, как я сказал, в захлеб. Но дальше пошло какое-то уныние. Вот Аляска еще более-менее. А вот российский сеттинг просто убил мое желание играть в эту игру. И сейчас я уже вот как-то, ну, перегорел, наверное. действительно, очень утомляет. И даже вот пришло, допустим, это обновление, да, а нового-то ничего и не добавили. Ну, ничего, по сути, нового-то нет. Ну, какие-то шторки, наклейки, ну, геймплей-то, по сути, никак и не изменился. То, что добавили генераторы, ну, так это та же самая механика. Мы берем прицеп и тащим его на точку, в общем-то. Принцип-то только в том, что теперь эта точка будет действовать, если вы туда притащите или не будет действовать, если вы туда не притащите генератор. Вот, в общем-то, и все. Все равно тащить, 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 тащить. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь с погрузками. Так, вот. Замечательно. Вот это длинные бревна, да, длинные бревна. Вот так вот длинные и средние. Средние сюда, видимо, грузить нельзя. А вот почему? Непонятно. То есть, длинный распуск берет, он потому и называется распуск, что его можно настраивать под длину бревен, а почему же здесь-то нельзя? смотрим в настройках. Нету удлинить или сделать короче такого пункта нету. Нету, нету, нету. Значит, это прицеп только для длинных бревен, а короткие надо не распуском возить, значит, а прицепом. Ну, видимо так, потому что, как я сказал, я тоже смотрю первый раз, я не понимаю, так удалить прицеп, пересесть, заглушить, отцепить и эвакуация. Ну, удалить груз. Все, то есть, его, значит, настраивать нельзя. Ну, или я чего-то не понимаю. Ну, судя по всему, его нельзя настраивать. Хотя, это странно, он почему и называется распуск, потому что его можно распустить длиннее или короче, ну, в зависимости от длины бревна. Ну, тогда, не знаю даже, вот, ну, вот так, в общем, вот здесь сделано. И, по-моему, даже в спинтайрсе, как бы, бревна грузились и средние, короткие-длинные в одно и то же. Нет, короткие бревна там грузились не в распуск, а в кузов, а вот средние-длинные в распуск. Ну, а здесь решили сделать вот так вот. Ну, значит, мы можем загрузить только длинные бревна. Прикольно, как играет картиночка. Грузимся. Ну, и выехать отсюда на стоковой машине со стоковой резиной мне будет крайне проблематично. Да, в общем-то, этим я заниматься не особо и хочу. Как я и сказал, я уже наигрался в эту игру и, ну, честно говоря, перенасытился, наверное. Карту Мичиган и все карты, принадлежащие сеттингу, там, Мичиган, Аляску, я вообще, ну, с удовольствием играл, с удовольствием. Да, все, дорога-то закончилась, она в озеро идет. Ехать мне больше некуда. А вот дальше мне на самом деле наскучило. Действительно, наскучило, в общем-то, ничего не меняется, карты становятся все больше и больше, времени игра просто пожирает огромное количество, тут нельзя зайти и поиграть 15-20 минут, нихрена, тут действительно все измеряется часами. И случаются ситуации, когда прицеп перевернулся и, кроме как, либо гнать еще одну машину сюда, либо эвакуировать машину, ничего не остается, а это значит, что вам придется потратить столько же времени по новой. Ну, это достаточно скучно. Но это не говорит о том, что игра-то плохая. Игра охрененная и я не знаю ничего, что может хоть как-то с этим конкурировать. Игра такая, она уникальная, нет ничего похожего больше. Но я ожидал от этой игры немножко большего. Просто так вот, как бы накидывая, чего ожидал я, например, от этих обновлений. Не визуальные составляющие, не картиночек, наклеечек и на лобовое стекло, и уж точно не каких-то шторок. Лично мне не хватает живости приборной панели, например. Не хватает возможности приблизить и удалить. Как, например, кто знает игру Arma, там нажатием на правую кнопку мыши вы можете приблизить или отдалить то, что вы хотите рассмотреть. Здесь же такой возможности нету. и не все приборные доски хорошо читаются. Да, здесь есть возможность вот так вот приблизить. Вот. Вот это все. Но это закрывается рулем. И у Урала еще более-менее читаемая приборка. Есть машины, на которых вообще приборная панель не читается. Вот добавить бы здесь возможность увеличить немножко, чтобы посмотреть вообще на приборы. Ну, и сделать живости прибором. Так, например, здесь скончается топливо и это топливо отмечено полоской. А вот на приборке можно же сделать, чтобы загоралась лампочка, контрольная лампочка топлива, да. И от этого приборная панель немножко оживет. Следующее, когда мы включаем дальний или ближний свет, вот как сейчас, приборка никаким образом на это не реагирует. А это же, ну, как бы даже нереалистично. Приборная панель подсвечивается вместе с дальним и ближним светом фар. А здесь приборная панель подсвечивается автоматически при наступлении темного времени суток. Кстати, ко времени суток у меня вообще ряд претензий. А можно было бы сделать, чтобы она загоралась, подсветка приборки, вместе со светом фар, как это и положено вообще в автомобиле. Включил ближний свет фар, у тебя загорелись приборная панель, загорелась вся приборная панель, подсветка. А здесь этого нету. Не хватает мне и анимации персонажа. Вот не хватает, чего я вот очень долго жду, и, видимо, я этого не дождусь. Вся анимация, это вот он убирает вот так вот руку или ложит ее обратно. А ведь можно было бы сделать, чтобы он переключал передачи. Тогда бы вот это вот кручение рук вообще было бы бесполезным. Одной рукой, как это и делается, человек рулит, второй рукой переключают передачи. Причем здесь это уже выполнено, но выполнено только от третьего лица. Вот посмотрите сейчас на персонажа. Попробую чуть-чуть немножко увеличить его, да. Я включаю передачу заднюю. Видите, он раз, он включил заднюю передачу. Я включаю переднюю передачу, то есть, ну, движение вперед. Раз, он включил. А от первого лица ничего не происходит. Руки не шевелятся. Хотя вот он рычажок-то. И уже готова анимация-то. Вот она, все. Вот он, раз, включил в заднюю передачу. Вот он, раз, включил первую передачу. То есть, уже готовы, в принципе, анимации, но только от третьего лица. Пожалуйста, мы переключаем туда, переключаем сюда. Вот это бы еще добавить и на вид от первого лица, и было бы замечательно. Хотя, вот как мне кажется, это бы избавило вот от этого корявого руления. Потому что он бы рулил одной рукой, а второй переключал передачи. Но это, наверное, никогда не случится. Ну, все, я засел. Ну, в общем-то, и хрен с ним, что застрял. Все равно я, в принципе, играть и не собирался. Вернуться к тому, что я сказал, вот по поводу того, что добавляют разработчики, с чем я не очень согласен. Вот, например, яркий представитель автомобилев, в которой, ну, практически не читается панель, да? Вот что там, какие там цифры. И вот это приближение, оно, ну, не особо помогает. А было бы здорово, если бы было нормально человеческое приближение, можно было бы рассмотреть эту приборную панель. А еще лучше, если бы она вообще полностью действовала. Вот эти вот значки, которые в левом нижнем углу, здорово, замечательно сделаны. И для игроков от третьего лица, ну, они, в общем-то, незаменимы, да? Ну, а для тех, кто играет от первого лица, в общем-то, ничего и нету. Интересно вот здесь. Ну, и та самая подсветка, про которую я говорил, которая не работает в дневном свете. Свет мы включаем, а, в общем-то, ничего на приборной панели не происходит. И анимации рук при включении, например, тоже можно было бы сделать. Тем более, что стоит мультируль. Ну, несложно было бы сделать, чтобы он пальчиком там сделал анимацию нажатия. Пусть даже фиктивную какую-нибудь, но делал. На мой взгляд, это было бы лучше. Вот, анимация переключения передач, еще бы можно добавить анимацию движения ног, сцепления, там, тормоз на ручной коробке или просто тормоз и газ на автоматической коробке. И анимацию переключения передач, естественно. Чем добавлять вот этот вот тюнинг, который мы сейчас видим? Как я уже и говорил, я не одобряю этого и в жизни. Ну, мне не нравится вот этот колхоз. Весюльки какие-то на лобовом стекле, которые только закрывают вид. Ну, не видно и так-то нихрена. Стекла, он грязный. Так еще, вот эта вот занавеска непонятная. Сюда вот добавить еще бабушкин тюль, вот так вот по бокам, блин. Пару цветочков, вернее, горшочков с цветами, вот. Ну, и все. Дачная машина. Ну, я не одобряю этого, мне не нравится. Вот, лучше бы вместо этого сделали бы, вот действительно то, что реально существует в машинах. Подсветка приборки, там, поворотники те же можно сделать. Хотя, здесь понятно, что они здесь бесполезны, но хотя бы вот какую-то видимость. Аварийку, например, включить. Или вот когда включаем маячок, чтобы тут тоже лампочка загоралась. Ну, как-то более оживить приборную панель и вообще кабину в целом. Оживить. Ну, вот, почему-то разработчики занимаются вот этими, абсолютно, ну, на любителя, наверное, это вкусовщина, вот таким вот тюнингом. Ну, и вот, посмотрев, в общем-то, зайдя и посмотрев на это обновление, а я действительно его вот сейчас смотрю и как бы с вами разговариваю. Не, опять желание играть абсолютно не появилось. Не интересно. Не хочу. Вернее, интересно. Игра-то прикольная. Я ее хвалил и буду хвалить. Она, ну, мне уже что-то, вот я как-то наелся, что ли, ее, не знаю. Карта становится все сложнее и сложнее, играть становится неинтересно, хотя игра прикольная. Вот, я бы ее рекомендовал, наверное, каждому. Попробуйте, поиграйте. Просто, наверное, у каждого по-разному наступает насыщение этой игрой. Я просто насытился. Но, вот так вот, позахаживать в нее периодически все равно буду. Что-то, может быть, зайти поделать. Но всерьез, вот как я начал в нее сначала играть, уже, наверное, такого не произойдет, потому что я ее уже наелся. Ну, и, в общем-то, ладно, вот такой вот кратенький обзорчик у меня получился. Немножко поиграл, немножко подобосрался в грязи на Урале, да и хрен с ним. В общем, вот так вот к этой игре надо относиться. Зашел, потратил там, не знаю, сколько у тебя есть времени, и забил на нее. Иначе, иначе будешь только расстраиваться. Ну, ладно, спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,